На Петербургском форуме решаются судьбы экономики России и ее регионов и определяются главные тренды, чем будет жить страна уже завтра. Цифровая экономика – один из главных блоков форума, потому что президент Владимир Путин определил направление одним из приоритетных для страны. Киберспорт – как новый глобальный тренд в спорте и бизнесе. Дискуссия об этом направлении прошла на экономическом форуме на таком уровне впервые. Его масштаб и потенциал стали очевидны не так давно. У нас практически самые оптимистичные прогнозы развития по аудиторным показателям приближаются уже даже к тем видам спорта, у которых многолетняя и уже даже не побоюсь этого слова практически вековая традиция. Киберспорт в России по прогнозам приближается по популярности к баскетболу и не побоюсь этого слова к хоккею. Антон Черепейников – один из первых киберспортсменов России, а теперь самый преуспевающий бизнесмен в этой сфере в стране. Аудитория направления только в России, по его оценкам, идет на миллионы. Инвесторы это поняли. Алишер Усманов вложил в инфраструктуру киберспорта 100 миллионов долларов, профинансировал открытие площадки для соревнований. Компания PepsiCo увидела в виде спорта площадку для продвижения своих брендов. Пока, однако, до рекламных контрактов на 10-20 миллионов долларов, как, например, в США, далеко, но перспектива есть. В какой-то момент мы в пике собрали 4,5 миллионов людей, одновременно смотрящие этот турнир. Я думаю, что в интернете мало какой спорт на самом деле собирает такое количество людей. Российский спортсмен, успешно выступающий на соревнованиях, может зарабатывать от полумиллиона рублей в месяц. Сейчас в 66 регионах страны созданы Федерации компьютерного спорта, в том числе в Алтайском крае. Россия должна быть мировым лидером в киберспорте, уверен депутат Госдумы Александр Прокопьев. По его инициативе в парламенте проходили слушания по развитию киберспорта. Совместно с экспертами и спортсменами определили три направления для работы. Подготовка тренеров, создание резерва киберспортсменов и организация школьных и студенческих лиг. Мы прекрасно понимаем следующие этапы развития. Я уверен, что в том числе нужно будет и подключать мотивационные рычаги, заниматься этим видом спорта, добиваться успехов, обеспечивать, как я уже сказал, лидерские позиции нашей страны в этом виде спорта. Сейчас в Госдуме идут обсуждения законодательной основы для этого перспективного направления. О том, чем еще для Алтайского края запомнится Петербургский экономический форум, расскажем в следующих выпусках. Евгения Даровская, Василий Морозов. Наши новости.